Плоть и кровь Эта книга посвящается Донни Ли и Кристине Торсон Однажды некий сильно рассерженный человек волок своего отца за ногу по его фруктовому саду «Стой!» — вскричал, наконец, стянающий старец «Стой! Я никогда не заволакивал моего отца дальше вот этого дерева!» Гертруда Стайн. Становление американцев Часть первая. Балет автомобилей. 1935-й Работая в огороде отца, восьмилетний Константин думал о собственном огородике, о квадрате гранита, припорошенного почвой, которую он тайком затащил на холм, возвышающийся над землей его семьи, а после соорудил на нем грядки. Сегодня он первым делом прополол отцовскую фасоль, потом поползал среди узловатых утолщений отцовской желозы, привязывая норовивший вырваться на свободу усики к кольям грубой бурой веревкой, обладавшей, казалось ему, окраской и строением праведных, но обреченных на неудачу усилий. Когда отец говорил, что они «урабатываются до смерти, лишь бы остаться в живых», воображению Константина рисовалась именно эта веревка, грубая, крепкая, блеклая, с выбившимися из нее наэлектризованными волосками. Она пыталась увязать в неуклюжий сверток весь мир, который этого ничуть не желает, да никогда увязанным и не останется. Совершенно как виноградные лозы, упрямо рвущиеся к свободе, выбрасывая под странными, иступленными углами тянувшиеся к небу усики. То была его работа, одна из работ, воспитывать лозу, и он давно уже проникся к ее необузданному упорству, презрением и уважением сразу. У лозы имелась собственная, тайная, запутанная жизнь, дремлющая воля, но если она нарушит заведенный порядок и отъединиться от кольев, на орехи достанется ему, Константину. Безжалостный глаз отца умел отыскать дурную соломинку в целом стоге благих намерений. Итак, работая, он думал о своем огородике, укрытым солнечным блеском на верхушке холма, о трех квадратных футах, до того бесполезных для определенного раз и навсегда отцовского будущего, что их отдали в игрушку Константину, самому младшему в семье. Слой почвы там был чуть выше четверти дюйма, да и не почвы, пыли, набившейся в трещинке покатой гранитной площадки. Однако Константин собирался заставить ее плодоносить, подчинив себе эту землю решимостью и трудом, натиском воли. Он стянул у матери из кухни с десяток семян. Тех, что прилипали к лезвию ножа или просто падали на пол и оставались незамеченными ею, как не усердствовала она в попытках избежать греха расточительности. Огородик лежал на верхушке выжженного солнцем холма. Никто туда не заглядывал. Если семена дадут всходы, он сможет ухаживать за ними, никому об этом не говоря. Он подождет до времени, когда начнется сбор урожая, и однажды триумфально спустится вниз с кабачком, стручком перца, а то и помидором, и пройдет осенними сумерками к дому, где мать будет накрывать стол для собравшихся ужинать отца и братьев. Чеканное золото неба встанет за его спиной. Свет неба ворвется, когда он распахнет дверь в полумрак кухне. Отец, мать, братья — все уставятся на него, на недомерка, от которого ничего путного ждать не приходится. Стоя посреди виноградника и озирая раскинувшийся внизу мир, развалены фермы Папандреуса, оливковые рощи компании Коломата, далекое мерцание города. Константин думал о том, как однажды он поднимется по скалам и увидит выпроставшиеся из клочка принадлежащие ему пыли зеленые побеги. Священник уверял, что усердие и слепая вера способны творить чудеса. Что ж, вера у него была. И усердие тоже. Каждый день, получив свою порцию воды, он половину ее выпивал, а половиной опрыскивал свои посевы. В этом ничего трудного не было, однако ему требовалась почва получше. Жаль, что мать сшила для него штаны без карманов, ведь о том, чтобы пронести две горсти земли из отцовского огорода мимо козьего загона и подняться с ними по горбатому склону холма, оставшись при этом никем незамеченным, нечего было и думать. Но он все-таки нашел один способ. В конце рабочего дня он наклонялся, якобы для того, чтобы привязать последнюю лозу к основанию кола, и набивал землей рот. Привкус она имела пьянящий, навозный, чернота, облекавшая язык Константина, была и тошнотворной, и странно, опасно лакомой. Так, с полным ртом, он и поднимался по крутому уклону двора к скалам. Он почти ничем и не рисковал, даже если ему случалось проходить мимо отца или кого-то из братьев. Они привыкли к его молчанию. Считали, что он молчит просто по глупости. Он же молчал, потому что боялся сказать что-то не так, ошибиться. Мир состоял из ошибок, мир был их колючим клубком, и никакими веревками, сколько хитроумных узлов ненавяжи, скрепить их так, чтобы они не лезли наружу, было невозможно. А наказание поджидало Константина за каждым углом. И потому умнее всего было помалкивать. Каждый вечер он в привычном для всех молчании проходил мимо братьев, еще возившихся с козами, и втягивал щеки, дабы никто не догадался, что у него набит рот. Пересекая двор и поднимаясь на холм, он изо всех сил старался не сглатывать. Это, однако, неизменно случалось. Грязь стекала в горло, наполняя его едкой чернотой своего вкуса. Почву здесь смешивали с козьим пометом, от которого на глаза Константина наворачивались слезы. И все-таки, добравшись до вершины, он выплевывал на ладонь приличных размеров катыш раскисшей земли. А потом, торопливо, боясь, что кто-то из братьев увяжется за ним, чтобы его подразнить, размазывал пригоршню пропитанной слюной грязи по своему крошечному огороду. Он втирал эту землю в гранит и думал о матери, почти не глядевшей на него, потому что в жизни ее более чем хватало хлопотных дел, за исполнением коих ей полагалось приглядывать. Думал о том, как она приносит еду его прожорливым, горластым братьям. О том, как изменится ее лицо, когда он, собрав свой урожай, войдет вечером в дверь дома. Сначала он постоит в косом и пыльном луче света перед своей удивленной семьей, а после приблизится к столу и выложит на него то, что принес. Стручок перца, кабачок, помидор. «Какая ночь, а?» — сказала Мэри. Константин не смог ответить. От ее храбрости и красоты, от самого присутствия рядом с ним, этой бледной, стройной девушки, у него перехватывало горло. Он сидел на покрякивавшей скамье качалки родителей Мэри и смотрел на нее, опиравшуюся о перила веранды. Юб кольнула к ее ногам, ночной Нью-Джерсийский ветерок играл ее волосами. «В такие ночи я становлюсь сама не своя», — продолжала она. «Ты посмотри на эти звезды. Их так и хочется зачерпнуть ладонями и высыпать тебе на голову». «М-м-м», — промычал Константин, надеясь, что этому сдавленному стону удастся выразить наслаждение, которое он испытывает. Прошло почти уж полгода, а он все не мог поверить своему счастью. Не мог поверить, что встречается с такой изумительной американской девушкой. Теперь у него было две жизни, вторая — в ее голове. Едва ли не каждую минуту он испытывал страх, что Мэри поймет, как сильно она ошиблась. «Ты замечательно выглядел бы, осыпанный звездами», — сказала она. Однако по тону ее Константин понял, что эта тема ей уже наскучила. Когда голос Мэри понижался, а руки лениво вспархивали к волосам, это означало, что разговор стал ей неинтересным, хотя она и могла продолжать его, не вслушиваясь в то, что говорит. Константин никогда еще не встречал человека, такого стойкого и так легко впадающего в скуку. Чтобы вернуть ее назад, он спрыгнул с качалки, подошел к перилам. И теперь смотрел вместе с Мэри на задний дворик ее родителей, на сарайчик, в котором ее отец держал инструменты, на безумную россыпь звезд. «Если кто и выглядит замечательно, так это ты», — прошептал он. «О, я ничего себе», — отозвалась, не взглянув на него Мэри. То он ее все еще оставался ленивым, сонным. «А вот ты настоящий красавец, и знаешь это. Одна девочка из школы на днях спросила, не бойзно ли мне встречаться с таким красивым мужчиной. Она считает, что с нашими домашними увольнями как-то спокойней». «Так я и есть домашний», — сказал он. Вот тут она повернулась, чтобы взглянуть на него. И Константин удивился, увидев на ее щеках румянец гнева. «Не жеманничай», — сказала она. «Мужчине это не к лицу». Опять он сказал что-то не то. Он решил, что Мэри говорит о мужчинах, которым хочется обзавестись домом, семьей. Он неизменно старался выглядеть в ее глазах человеком, обладающим качествами, которые ей больше всего по душе. «Я не...» — начал он. «Я только хотел...» — она провела пальцами по его груди. «Не вращай внимания. Я немного дерганная сегодня, и не без причины. У меня от таких звезд всегда ум за разум заходит». «Да», — сказал он. «Звезды очень красивые». Мэри отняла пальцы от его груди, снова повернулась лицом к двору и начала наматывать на палец прядь своих волос. Константин смотрел на этот палец, томясь сжимавшим ему горло в комок желанием. «Только зря они тратят свой свет на Нью-Йорк», — сказала Мэри. «Посмотри на них. Сверкают, что есть мочи». «Грустно это. Тебе не кажется?» Нью-Йорк Константину как раз и нравился. Нравились его горделиво уходившие в небо дымовые трубы, простая домашняя понятность прямоугольных кирпичных зданий. Но он понимал, Мэри хочет услышать от него слова презрения к этим заурядным красотам, которые полюбились-то ему лишь благодаря знакомству с ней. «Грустно», — согласился он. «Да, это очень грустно». «Ах, Кон, как я устала от... ну, не знаю, от всего». «Устала от всего», — повторил он. Мэри рассмеялась, и в смехе этом Константин услышал отзвук издевки. Временами он говорил что-то, представлявшееся ей смешным. А почему? Константин понять был не способен. Ему нередко казалось, что самые простые утверждения его или вопросы словно доказывают справедливость какой-то горькой шутки, одной только Мэри и известной. «Ну, от школы. Совершенно не понимают, зачем мне история с геометрией. Я хочу работать, как ты». «Работать в бригаде строителей?» — удивился он. «Да нет, глупыш. Но я же могла бы работать в офисе или в одежном магазине». «Ты должна окончить школу». «Не понимаю, зачем. Учеба мне не дается». «Тебе все дается», — ответил он. «Все, что ты делаешь». Она намотала прядь на палец потуже. Опять рассердилась. «Ну, разве с ней заранее угадаешь? Временами лезть приходилось кстати, а временами Мэри отбрасывала ее точно пригоршню камушков». «Я знаю. Ты считаешь меня совершенством». Низким голосом произнесла она. «Ну так я не такая. И тебе, и моему отцу пора бы понять это». «Я понимаю, что ты несовершенна», — сказал он и сразу сообразил, что голос его звучит неправильно, неискренне, слишком молодо, с каким-то виноватым попискиванием. И поспешил добавить в него нотки пониже. «Просто я люблю тебя». А это утверждение. Оно тоже часть безмерной и недоступной его разумению шутки. Похоже, что нет. Мэри не засмеялась. «Мы оба повторяем это и повторяем». Она по-прежнему вглядывалась во двор. «Люблю, люблю, люблю. Откуда ты знаешь, Кон, что любишь меня?» «Я знаю любовь», — сказал он. «Я думаю о тебе. Все, что я делаю, для тебя». «А если я скажу, что иногда не вспоминаю о тебе по несколько часов?» Он не ответил. Какой-то зверек, кошка или опоссум тихо рылся в одном из мусорных баков. «Это не значит, что ты мне безразличен», — продолжала Мэри. «Не безразличен очень. Может быть, я просто пустышка. Но разве любовь не должна изменять все-все? А я остаюсь такой, какой была всегда. И по-прежнему просыпаюсь утром и думаю, ну вот, нужно прожить еще один день». Уши Константина наполнило дающийся эхом океанский гул. «Неужели сейчас это и произойдет? Неужели она скажет, что лучше им какое-то время не встречаться?» И чтобы остановить время, наполнить чем-то воздух, он сказал. «Я могу увезти тебя, куда ты захочешь. Сейчас я помощник бригадира, но скоро узнаю достаточно для того, чтобы получить другую работу». Она повернула к нему посветлевшее лицо. «Я хочу лучше, чем эта жизнь», — сказала она. «Я не такая уж и жадная, честное слово, просто...» Взгляд ее оторвался от лица Константина, пробежался по веранде, на которой они стояли. И Константин увидел эту веранду глазами Мэри. Ржавая качалка, картонный ящик с молочными бутылками, глиняный горшочек с чахлой геранью. Константин сознавал, что внутри дома перемещаются ее родители и братья, и у каждого множество собственных поводов для недовольства. Отец Мэри отравлен фабричной пылью. Мать живет среди руин красоты, которая, как она наверняка полагала когда-то, сможет перенести ее в другую, лучшую жизнь. Бездельник Джоуи, брат Мэри, все еще ищет, где лучше, повинуясь слепому инстинкту, словно рыба, ищущая, где глубже. Константин сжал ладошку Мэри в своей. «Все будет», — сказал он. «Да, все, чего ты хочешь, случится». «Ты правда так думаешь?» «Да, да, я в этом уверен». Она закрыла глаза. В этот миг никакая шутка ему не грозила, и он понял, что может поцеловать Мэри. Мэри. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...